Дорогие, здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, из какого вы города и как ваши имена? Представьтесь. Меня зовут Надежда. Меня зовут Александр. Мы из Сольской области. Круто на Монсковск. Добро пожаловать! Как вы приняли решение приехать на программу Светланы Лавровой? Надежда, я знаю, что ты уже второй раз. Прямо, да? Один за другим ты ретрит посещаешь. А я сейчас расскажу. Ровно год назад мне моя знакомая сказала, Надя, есть какие-то нормы. Они не пьют, не едят, еще и не спят. Я говорю, ну, я говорю, пить не может. Я говорю, хорошо, не едят, но, может быть, когда-то не пьют. Может, вообще не спарим. Ну, и как бы эта тема задвинулась. И через несколько месяцев мне стали попадаться какие-то ролики, которые я стала просматривать именно Светланы Лавровой. И то, что она говорила, настолько глубоко отзывалась во мне, я поняла, что это не просто вот что-то поверхностное, это очень глубинный человек, человек, который действительно глубокий. И когда я узнала ее историю, что она сама смогла себя как бы вытянуть из лав смерти, еще и идти дальше, еще и тянуть, помогать другим выходить в Свет, осознаваться. Но для меня это была вообще, как бы, история такая. Я думаю, ну, значит, человек может быть. И как-то так, я подумала, вот у меня есть литрит, как бы хотелось поехать на литрит. Ну, думаю, куда-то ехать нам. Ладно. А потом вдруг я узнаю, что она едет в Москву. Я думаю, ну, надо же. Мне ехать, мне не надо. Она ко мне едет. И тогда, в общем, я решилась поехать, естественно, в Москву внутри. Но когда я там приехала, это было все нового для меня. И вот что-то говорят, я что-то могу понять, что-то не могу понять. Думаю, блин, что-то приехало, что-то вообще непонятно, что как-то вот все такое. Но в Сочи-то я точно знала, что мне надо ехать. И когда я предложила своему супругу, я говорю, поедем в Сочи. А он поедет. И для меня это вообще было. Я думаю, ну, надо же, еще и едет, надо ехать, еще и вдвоем едет. И вот мы поехали в Сочи. А в Сочи все по-другому. Вот для меня в Сочи здесь, в Сочи, вообще по-другому. Ой, я не знаю, для меня это вообще вот по-другому. Во-первых, все заходило хорошо. Вся информация, которая давалась, она прямо вот так вот туда вот входила, входила. И я понимаю, что осознание будет очень много. В процессе я представляю, какие будут, потому что я тоже чувствую, что это все не напрасно. И это все во благо мне и я. Знаешь, во благо наша семья. Надежда, а вот то, что сейчас ты описываешь процесс, да, что в Москве было со скрипом трудно, а здесь в Сочи, то есть ты следом за московским ретритом приехала на ретрит в Сочи, и здесь у тебя информация так вот заходит, как ты говоришь, плавно, хорошо. Ты связываешь именно то, что ты сначала один ретрит посетила, а потом другой, что это процесс некий, который ты вот прошла сначала со скрипом и получила вот возможность информации более мягкого. Однозначно. Однозначно. Я считаю, что была подготовлена на Москве почва для того, чтобы пройти что-то, чему-то, мог же в меня. А можно еще такой вопрос? Вот после московского ретрита мы с тобой отзыв не записывали, очень там быстро мы все разъезжались, еще мы знали, что увидимся в Сочи. Буквально там перерыв у нас был пару недель, да, от московского ретрита до сочинского. Что с тобой в это время происходило? Почему ты как бы свое решение ехать в Сочи утвердила? Вот какие события, как бы ты могла это описать? Ну, что у меня происходило, там была неделя, это 10 дней наверняка, у меня жидко заболело горло, у меня усилился кашель. Я думала, о, чистка пошла. Я начисала в чат. Ребята говорю, у кого что там, как. Я смотрю, у всех начала колбасить, все перебаривать стали. Я думаю, значит, я на верном пути. И, ну, у меня не было такого, что, ну, не ехать в Сочи. Нет, раз я уже решила, я знала, что мне все очень нужно. У меня просто такое ясное знание было, что Москва Москвой, а вот именно в Сочи. Я сразу знала. Но ты увидела какие-то результаты после Москвы, которые подтвердили тебе, что это верное направление, что тебе нужно продолжать сейчас быть с этим человеком в этом поле, в этом пространстве? Нет, результаты как бы так и вышли, что вот именно какие-то там, наверное, нет. Еще времени пришло очень мало, еще вот каких-то таких, наверное, нет. А сейчас вот именно после Сочи я, у меня другой сердце, после Сочи, вообще такое. Как бы вот так. И я очень рада, что мы вдвоем. Я настолько рада, что мы вдвоем. И после я его благодарю, что он поехал со мной, я считаю, что для него это будет. Александр, а ты как решился поехать? Как ты вообще решился? Я после поехал в эту компанию, так сказать, помочь в аэропорту, в чем в аэропорту. У меня впечатление очень хорошее вообще. И от Светланы, от Ирины, от Галины от тебя. Вообще вообще такая команда добрая, обаятельная. Причем реально чувствуется помощь вообще. И психология, и все. Ну, вообще очень. Я думаю, что без след не останется. Да, тут команда, она прям команда специалистов. Мало того, что снимался план, она такая вот. Во-первых, она вот здесь была такой. Она здесь была прям вот такой вот мягкой. Вот для меня. Там я как-то в Москве увидела более такой плотный, сухоженный. Что надо делать? Ну, может быть, вторая встреча просто уже. А, нет. А вот здесь вот я увидела сразу с первого дня. Такой вот прям расположенный ко всем. Такой мягкой. Мое восприятие. Твое восприятие, конечно. А команда вообще замечательная. Вообще. Прям специалисты. Галя, когда не обратись, она всегда тут же ответит. Ирина, да, тоже прямо. Да, все. Такой такой, как вышел пилотажный. Очень молодец. Такой вопрос. С чем уезжаешь, Надежда, ты с ретрита? Что такое ты взяла? Что ты могла бы уже, например, на сегодняшний день сформулировать? И поделиться. Ну, какое-то вот краткое такое. Мне тратят, можно сказать, что именно это все. Да, что-то все. Я для этого случая, кстати, подготовила альбом. Возьми, пожалуйста, альбом. Напиши одно слово. Вот там есть маркер, альбом. Вот прям перед тобой лежит. Напиши одно слово, каким бы ты для себя писал этот ретрит. И покажи нам. Да. А потом я Сашу попрошу то же самое сделать. Пиши крупно, чтобы потом можно было на камеру показать. Интересно. Вот одним словом. Как это? Так, мы ждем. Что это? Любовь. Здорово. А, Саш, напиши тоже это слово. Своё. Своё слово. Повторяться не будем. Ну, не знаю, как хочешь. Люби много не бывает. Ну, как летит, конечно. Своё слово. Своё слово. Счастье. Замечательно. Да, мы видим, мы видим. любовь и счастье как для вас прошли практике ирины вчера была игра трансформационная но я уже знала что в москве как-то для меня все было чуждо вот настолько все чуждо неприлично вчера глубоко смогла уже но я сегодня еще приготовила карта ирина кстати карта я предлагаю вам вытащить по одной карте напутствие самим себе вот на ближайшее время после ретрита интересная игра в которой предлагаю всем сегодня поиграть какое вы получили напутствие ты получила энергообмен как ты думаешь как для тебя это открывается что-то для меня это значит свои энергии делиться с другими обмениваться обмениваться то есть не замыкаться все это было актуально для тебя это так и есть александр а мне благотворить благотворить творить прямо да благотворить благотворить какая интересная интересная карта как тебе для себя это александр у тебя потрясающая заботливая добрая энергия вот потрясающая это просто настолько приятно вообще так я рада что вы приехали именно вы вместе приехали очень было приятно с вами взаимодействовать а какое бы допустим вы сами себе сказали но на пустое наверно такое что не останавливаться на этом пути идти вперед идти вперед и больше познавать познавать больше самодействовать именно именно отдавать именно больше отдавать и и не остановиться мы надолго не прощаемся мы с вами еще поедем в красную поляну там я еще наверно буду вас что-то спрашивать какие-то еще впечатления спасибо вам большое за прекрасный отзыв спасибо 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 Продолжение следует...